В Афганистане в результате боевых действий гибнет всё больше гражданского населения. По данным отчёта ООН, число жертв в прошлом году достигло рекордного уровня. Насилие распространяется после вывода большей части международного военного контингента. Цифры за 2015-й таковы – более 3,5 тысяч погибших и более 7400 раненых мирных жителей. Это на 4% больше, чем годом ранее. «Самое главное в отчёте то, что в 2015 году 1100 два афганца мирных жителя были убиты или ранены. Мы подтверждаем, что все стороны конфликта согласились с необходимостью избежать жертв среди гражданского населения. Но эти стороны должны сделать больше и, кроме публичных заявлений, ещё изменить и способ ведения войны». Исследователи отметили, что гражданские лица чаще всего погибают в перекрёстном огне. Бои в стране продолжаются между правительственными войсками, которые поддерживает Международная коалиция, и боевиками-талибами. Вторая самая распространённая причина гибели – заложенные на дорогах бомбы, а также атаки террористов-смертников. «Всё это в сочетании с целенаправленными убийствами привело к гибели 90% общего числа жертв среди мирного населения». Возросла смертность среди женщин и детей на 37 и 14% соответственно. Территориально самое высокое число смертей зафиксировано на юге и севере страны, где сопротивление талибов особенно ожесточённое. ООН начала систематически отслеживать потери среди мирного населения Афганистана в 2009 году. С тех пор было зарегистрировано 59 тысяч смертей и ранений. В 2016-м гражданские продолжают гибнуть. Так, 1 февраля этого года террорист-смертник привёл в действие взрывное устройство в Кабуле. Погибло 10 человек, около 20 ранены. Ранее в январе ещё один террорист-смертник убил 13 человек в городе Джалалабад.